Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Дворим. Мы едем в Караганду на святое дело обрезания сына Равина Ашера, Равина Караганды. Итак, в нашей недельной главе Дворим есть красивые, интеллигентные упреки Машера Бейна, еврейского народа, нравственные получения. При получении он напоминает, что ошибки, которые сделал еврейский народ, это было очень интеллигентно, аккуратно, чтобы не обидеть еврейский народ. И вот одно из напоминаний, которое Машер говорит, о том, что когда послали разведчиков, разведчики согрешили, не захотели заходить в землю Израиля, начали подстрекать еврейский народ против того, чтобы они зашли в землю Израиля. И произошла такая печальная, печальная картина, печальная история, что еврейский народ послушал разведчиков, они принесли там плоды, начали говорить, что мы не в состоянии победить эти народы, которые там живут. И тогда началась истерика в стане еврейском. Началась истерика в еврейском стане. И тогда начали люди брать своих маленьких детей, подносить к Маше, говорят, вот эти дети, которые ты хочешь, чтобы они погибли, начали плакать, рыдать, лучше бы нам не выходить из Египта и так далее, и так далее. Все в таком репертуаре. И в этот момент Всевышний говорит, что вы плачете понапрасну, то есть без причины, то есть теперь в каждом году вы будете плакать по причине. То есть он говорит, что это были напрасные слезы, которые никому не нужны были, напрасные рыдания. И Всевышний говорит, я из года в год, теперь вы получите наказание именно в этот день. Так у нас зародилась дата 9 ава, самая трагичная дата в еврейском народе, который из года в год происходит все самые страшные события, которые могут происходить. Происходит как раз в это время, 9 ава или там ближайшие дни к 9 аву. Вот сейчас у нас началась неделя, самая тяжелая неделя, 9 дней с Рашходыша, неблагоприятное время, время, которое нужно быть осторожным. И как бы как раз наша недельная глава совпадает с событиями, о которых она говорит, вот с событиями того 9 ава, 1-го 9 ава, которые были, когда еврейский народ не захотел заходить в землю Израиля. Последовало жесткое наказание и теперь из года в год Всевышний наказывает нас в определенную дату. Так Всевышний сделал, что все наказания приходят в определенную дату. Тут я вспоминаю один анекдот пошелый, когда женщина изменяла мужу. И тут в этот момент измены зашел муж, и она выпрыгнула в окно, летит и просит Бога, говорит, дай мне хотя бы год, я исправлюсь, никогда не буду крешить, только чтобы я осталась живая. И вот она приземляется, без ужиба, без ничего, и вот она действительно выполняет свои обещания, и целый год ведет себя довольно порядочно, все хорошо. Но год проходит, и тут она начинает вести себя довольно беспорядочно. То есть проходит больше года, 3 года проходит, потом 4 года, потом 5 лет ничего не происходит. И она уже такая позабыла, отправляется в круиз на корабле, и во время этого круиза начинается страшный шторм, и она начинает молить Всевышнего и говорит, Бог, спаси меня и на этот раз. И сверху раздается голос, не для того я вас здесь 5 лет собирал, чтобы потом вас отпустить. И что-то похожее происходит у нас из года в год, то есть, что если еврейский народ, не дай Бог, там, Всевышний хочет его наказать, то он делает это так, в дату 9 ава. Итак, события, которые, одни из событий, которые я могу рассказать про 9 ава, это события, понятно, разрушения 1-го, 2-го храма, падения, восстания Баркопы, там, перепаха на Иерусалим, начало, там, Первой мировой войны, по-моему, если я не ошибаюсь, изгнание евреев из Испании. И далеко ходить не надо, давайте перейдем в последнее время, изгнание евреев из Гушкатива произошло именно 9 ава, или 10 ава. Так Шарон, наш генерал, решил и, как бы, дал дату, а потом выяснил, что это 9 ава, ему сказали, слушай, ну, 9 ава, такой символичный день. Он сказал, хорошо, выгоним на следующий день. Ну, на самом деле, наши мудрецы спорят, какая дата, 9 или 10, больше к 9, но 10 ава храм еще догорал, и тоже полдня это считается большой траур, только после половины дня разрешается кушать мясо, пить вино. Вот, так что Всевышний в этот момент подобрал такое наказание страшное, когда многие евреи лишили своих домов, он подобрал его как раз 9 ава. Для того, чтобы понять, что произошло на тот момент, мы должны понять историю, которую приводит Талмуд, несколько историй, из-за чего был разрушен храм. Вернее, не из-за чего был разрушен храм, а точки, которые стали критические точки, на которые моменты, из-за которых храм, как бы, последняя капля, из-за которых храм был разрушен, из-за того, что Талмуд это приводит. Они хотят нас чему-то научить, что-то нам показать, и поэтому мы должны подробно разобрать, что же произошло тогда, почему храм был разрушен именно в эти дни, и какие события происходили. И для этого мы должны рассказать историю камцы и баркамцы. Эта история очень важна, называется история камцы-баркамцы, она нам очень важна для понимания, и от нее, как мы будем говорить, и будем плясать. Итак, был два знакомых человека, которые очень сильно поссорились, очень сильно поссорились, друг друга ненавидели, и один делал торжество, и он захотел пригласить другого человека, то есть он захотел пригласить камцу, а по ошибке пригласили баркамцу. То есть это было два разных человека. Кстати, Талмуд говорит, что, возможно, то есть один из комментариев, что это был сын камцы, баркамцы, то есть это был его сын. Представьте себе такое положение вещей, что сын друга человека, то есть как бы отец друга, ну то есть отец баркамцы в ненависти с его лучшим другом. То есть это вообще, на первый взгляд, абсурдная ситуация, но тем не менее, ситуация такая тяжелая, о которой мы должны поговорить, тоже потом мы ее коснемся. Вот, но вернемся к событиям камцы и баркамцы. Итак, начинаем эти события. Он приглашает камцу, а по ошибке приносит баркамцы, то есть приглашение. И баркамцы приходят на это мероприятие, наверное, думают, может, он решил помириться или что, мероприятие было большое. Баркамцы приходят на это мероприятие, его видит хозяин мероприятия и говорит, ты чего сюда пришел? Я тебя разве звал? Он говорит, ну мне пришло приглашение. Он говорит, покинь немедленно, я не хочу тебя видеть. Говорит он ему, слушай, ну я уже пришел, я уважаемый человек в городе, но не хотелось бы мне так, чтобы я так позорно вышел. Давай я оплачу тебе свою порцию, то есть ты ничего не потеряешь от того, что я посижу. Я в уголке в сторонке посижу, оплачу свою порцию, буду сидеть на мероприятии. Он говорит, нет, не хочу тебя видеть, убирайся. Он говорит, давай я оплачу половину всего мероприятия. Он говорит, нет, не хочу тебя видеть, давай убирайся. Он говорит, давай я оплачу все мероприятие Он говорит, нет, не хочу тебя видеть Убирайся То есть, такая вот ненависть Одного человека к другому Пой до того, что унижение Недаром пишется, что человека Которого так, ну, когда принижает И он бледнеет, это как будто бы убил То есть, очень важная такая вот деталь И он его Выгоняет из этого мероприятия Вот Баркамца выходит и смотрит Говорит, смотрите, сидели все мудрецы Иерусалима, большие раввины И никто за меня не заступился Никто за меня не заступился В таком случае, значит, они тоже Виноваты в том, что со мной произошло Как они могли так посмотреть, что Так нехорошо поступили С евреем, так нехорошо К нему отнеслись, поэтому Он говорит, я хочу отомстить, я вам покажу Они будут знать у меня, что Что такое обижать Человека, да И он пошел к кесару То есть, к правителю римскому Императору И говорит ему Евреи тебя не уважают Евреи тебя не любят И все остальное Я тебе это Он говорит, чем ты докажешь Такое страшное обвинение Он говорит, я тебе докажу Принеси жертву В храме То есть, евреи имеют право Принеси жертву в храме И эта жертва, которую ты принесешь Увидишь, что они ее не примут Это значит неуважение к тебе Потому что можно по Торе Принимать жертву от неевреев И провозить их в храм Вот, и ты увидишь, что они не примут жертву И тем самым, как бы, ты поймешь Что они тебя не любят И не уважают Он услышал Как говорят в современном языке Я тебя услышал Да, он взял Отправил жертву И с кем он ее отправил Понятно, с барканцей То есть, он выбрал Самого лучшего Там Животное Для жертвы И отправил это животное А барканца Сделал мум То есть, мум это ущерб Он ему там надбил Там то ли бровь Я не помню, что там было точно То есть, как бы Он сделал такой мум Который перечитает рамбам Губу, по-моему, растет Который рамбам перечитает Что оно не страшный мум То есть, что по Торе Запрещено приносить такое животное А у язычников Такое животное Считалось нормальное Жертвоприношение Да, вот такого вот животного И понятно, что Для императора Это животное было нормальное Даже с таким увечьем Вот И когда он принес ее в храм Там был первосвященник Тогдашний И первосвященник Увидел это животное Животное три дня изучалось Три дня ее должны были определить Она подходит или не подходит Для жертвоприношения И в течение этих трех дней Они обсуждали Вот этот вот ущерб Который был на животном Вот этот вот своеобразный мум И что делать с этим мумом И что же делать с этим Ущербным животным И первосвященник Который был на тот момент Это была его смена Он сказал Нет, такое животное Приносить нельзя Ему говорят Наши мудрецы Слушай Это опасно Не принести животное Которое император принес Оно будет очень Плачевно Может быть Плачевные результаты Давай разрешим Разрешим такое животное Принести Он говорит Нет, чтобы сказали Что можно с таким мумом При ущербом принести Я не согласен Категорически Мне плевать Это моя смена То есть Я сейчас здесь решаю Поэтому этого не будет Говорят Тогда Может быть Давайте И убьем Баркамцу Потому что Если император Кто ему может сообщить Что жертву не принесли Только сам Баркамца Который все это придумал Давайте его тогда убьем И тогда Никто об этом не узнает Потому что есть закон Который разрешает Убить предателя Который собирается Сделать такую страшную вещь Он говорит Нет, чтобы сказали Все, кто приносит Животное С таким ущербом Подлежат смерти Люди начнут Говорить нехорошие вещи И решат Что Животное Все такие животные Их нужно Уничтожать То есть Все, кто принес Такое животное Нужно наказывать Такого человека И Тоже не приняли Вот это вот выражение Не приняли Которое он захотел И тогда И тогда Как раз наши Мудрецы Его тоже начали говорить Да, ну это очень опасно И все Он говорит Нет, мою смену Я не будет Вот Хотите в другую смену Короче Не допустил он Такого сделать Так, кстати Наши мудрецы говорят Что из-за таких как он Из-за такого как он И был разрушен храм То есть Человек не захотел Принимать на себя Ответственность Никакую Да, не захотел Думать К чему могут Привести его действия Он сказал Моя То есть Я человек маленький Вот Бог дает Так Вот так вот будет И все То есть Он не захотел Вдаваться в эти детали Об этом мы еще поговорим Подробно Понятно Жертву не принесли Этот донес Кесару То есть Кесару Император сильно Разозлился И сказал Все Уничтожить Евреев Вместе с храмом Понятно Вот И он посылает Своё войско Во главе с Военачальником У начальника Был такой обычай Он брал Стрелы Да И пускал стрелу То есть Как бы Если стрела летела Хорошо То есть Значит он мог Победить этот город И так он пустил В противоположную В противоположную сторону Выстрелил Мог завоевать Мог завоевать город И прославиться На весь мир Он сказал Мне не надо Я Убежал Куда он убежал Говорят Что он принял Геюр Стал евреем По одному из мнений Это был сын Это был Отец Раби Мэйра Очень известного Праведника По другому мнению Это был сам Раби Мэйр Вот И то есть Вот такая вот Интереснейшая история Которая приключилась С нашими Про отцами То есть И мы Вернемся к этой истории Постараемся Понять Что нам хочет Сказать эта история Прежде чем раскрыть Эту историю Более подробно Давайте Разберем Вообще Понятие Девятого Если Девятая Ава Выпадает На Шаббат На Субботу То не постят А наоборот Радуются еще больше Еще известно Что девятого Ава Родился сам Машех То есть День рождения Машеха То есть Духовное День рождения И еще Другие комментарии Которые говорят Что Когда заканчивается Девятая Ава Когда подходит К концу Девятая Ава Есть обычай Убрать дом То есть Убирать красиво дом Что значит Убирать красиво дом То есть Что Подготавливаться К чему А подготавливаться К большой дате Дате Дне рождения Машеха Как говорится Дате Когда в этот мир Должно спуститься Раскрытие Праведного Машеха То есть Это даже Такая особая дата То есть Вообще Всего этого Могло бы не произойти То есть Намек Что 9 Ава Это день Который мог Не случиться Еще заложен Первая история Которую мы рассказали Когда евреи Совершенность А насколько Люди Были Безразличны Друг к другу Пишется Что храм Был разрушен Из-за Беспричины Ненависти И храм Будет восстановлен Из-за Беспричины Любви Что такое Беспричинная Ненависть Как вообще Могли два еврея Так друг друга Ненавидеть Смотрите У человека Сын Баркамца И его Друг Ненавидит Его сына И человек Спокойно При этом Не пытается Решить проблему Со своим сыном Он нормально К этому Относится Это одна вещь Это полное Безразличие Следующая вещь Мы видим Баркамцу Который Был обижен И унижен И при этом Еврейские мудрецы Они решили Как есть вещь Которую нужно сказать Есть вещь Которую не нужно сказать Никто не вмешался Сказал Что по закону Мы не должны были вмешиваться То есть Выполнили По букве Закона Да И дальше Происходят Самые страшные вещи Происходит Беспричина Ненависть Которую просто Невозможно объяснить Человек идет Потому что Обидели его я Его гордыню Да Обижается На всех мудрецов Которые Просто промолчали Потому что Они проявили безразличие И этот человек Идет К Императору И Жалуется Императору И причем Не понимает Что своим Действием Своим поступком Которым Он считает Что он защищается За права Свои За своего Унижения Готов И привел К тому Что весь храм Был разрушен Не только Весь храм Был разрушен Неизвестно Что произошло С ним Лично С его Семьей Неизвестно Что произошло С ним Потому что Поверьте мне Что император Не заступился бы За него Просто так Он не нашел бы Просто такое Несхождение С императором А его родственники Его близкие друзья Вот такое безразличие Которое пошло Но самое страшное Безразличие Это было безразличие Священника Которому была Моя хата с края Главное Чтобы я Выполнил То что от меня Требует Бог Моя хата с края То что я Выполню То что требует Бог И то что Есть другой еврей Который в это время Может пострадать Меня не интересует Меня не интересует Что происходит С другим евреем На улице И вообще С всем еврейским народом Меня сейчас интересует Моя праведность Я цепляюсь за праведность Хотя на самом деле По закону Торы Прекрасно Можно было Это все сделать Прекрасно Можно было По закону Торы Не принести Эту жертву В качестве исключения Потому что Это опасность Для всего еврейского народа Вот Если ты уже не принес То ты можешь Убить Человека Который является Мойсель Который является Стукачем Да Есть закон Торы Который разрешает Также убить Такого человека Не дай Бог Да И следующее Который Момент Который мы говорим Это момент О том Что Наши мудрецы Тоже Не умешались Он не умешался Этот человек И Ну не удивляет Не удивляет ли вас Другое Дорогие друзья Не удивляет ли вас В том Что во всей этой истории Есть несколько удивительных вещей Да Неужели Отец не мог поговорить Со своим сыном И сказать Слушай Это ненормальные отношения Что ты ведешь К нему Мы тебя очень любим Слушай Никто это не сделал Почему Это человек Который Как выгоняет евреев И даже участвовали В этом Но они все Оправдывались Мы выполняли приказ У нас не было выбора Да Той же самое Императора Полководец Который получил приказ Он был бы Если бы не выполнил приказ Его бы убили И он не выполнил этот приказ Да И он убежал И не поощрелел Своей жизни Своей судьбы Своей сущности Для того Чтобы Вмешаться в эту ситуацию Он был Не безразличен К этой ситуации И это Тора нас учит Что наше безразличие Способно привести К разрешению храма Наше безразличие Способно Привести К самым серьезным проблемам Которые есть в нашем мире Именно такое безразличие Когда ты видишь Что происходит Несправедливость в мире Когда ты видишь Что есть вещи Которые неправильные Когда ты видишь Что так нельзя поступать Так нельзя жить Но ты считаешь Что тебя это не касается Да Это Очень страшные Приходят последствия Именно это и называется Синадхинам Простая Ненависть Без причины Та вещь Которая Не привела Ни к чему хорошему То есть Когда тебе Абсолютно Наблевать Другого еврея И Наверняка Сейчас я скажу Самые страшные вещи Которые может Ты не должен был говорить Но Здесь налицо Есть одна вещь Которую мы должны Учесть Мы часто видим Конфликты Которые происходят Вокруг нас Мы часто видим Несправедливость И другие вещи И наше безразличие Приводят к тому Что у нас Разрушается храм Один из Проследних Примеров Которые я хотел сказать Это выселение Бушкатива Да Выселение Бушкатива Если все Как один Встали И не были Безразличны К тому Что происходит Да То наверняка Был у нашего Правительства Вернее даже Не правительства У нас Одного человека Который задумал Это все сделать Ничего бы не получилось Потому что Мы бы приехали В этот Бушкатив Все вместе И не дали Случиться К тому Что случилось Но нам Не дали Такой возможности Да То есть Мы это не сделали Потому что Многие были Безразличны Да Когда Любавичский Рэбэ сказал Что когда То есть Рабанюм Хаббат Равины Хаббата Сказали При выселении Бушкатива Что любой человек Который находится В этот момент В армии Не имеет права Выйти И взять оружие В руки И выйти вообще Даже в другое место Почему Потому что Если он будет Косвенно Находиться В армии В тот момент Когда будет Выселять Бушкатив На нем Есть вина За выселение Бушкатива Несмотря на то Что физически Он не делает Никакого выселения Бушкатива Потому что В этот момент Он является Соучастником Той армии Даже пассивно То есть Наши пассивные действия Очень часто Являются Соучастником Преступления В котором мы находимся Да То есть И это очень страшные вещи Когда мы спокойно Смотрим Когда там Громаднейшее количество Населения Когда касается Ихнего Вопроса Да Это страшная вещь Когда касается Какого-то там Человека Которого там Обидели Из их общины Они выходят В все общины А когда касается Кого-то другого Так они выходят По-другому Очень интересный Спор Который был Любович С одним человеком Не хочу говорить Имена Потому что Чтобы не обидеть Целую общину У которых Этот человек Был лидером Даже Был спор Там тоже были Разговоры О Депортации Там Ушкатива И всего остального Вот Потому что Это очень страшно Есть такие Скоки В каждой общине Есть такие Слоги Внутри всего Мы спокойно Смотрим Как кто-то Говорит Что ты Не прав Начинает До боли Ругаться Не хочет Разговаривать Один с другим Который говорит Нет Ты говоришь После молитвы Такую фразу Я с тобой Не буду Разговаривать То есть Я сделаю Отдельную школу Я буду Там делать Разные вещи Да То есть Люди Смотрят Спокойно Созерцают Как обижают Друг друга Происходит Полная Несправедливость Двух сторон Кто прав В конфликте Никто не прав В конфликте В конфликте Есть две стороны То есть И обе Эти стороны Не могут быть 100% правы Человек Который Сталкивается С грязью Он сам Тоже пачкается И поэтому В любом Конфликте Нужно искать Ту точку Нельзя быть Моей мишмерет То есть В моем Дежурстве В храме Такого не произойдет В моем дежурстве Все будет Как положено По закону Потому что Это мое дежурство Это не твое Дежурство личное Это не твоя Личная служба Когда касается Тебя Будь хоть На 100% Самым лучшим Но когда касается Всего еврейского народа Ты должен делать Все что Следует Для еврейского народа И давайте Уже надеяться Что это будет Последняя девятая Аба Которая у нас есть Как траур Придет Машеок С Божьей помощью Мы будем все Радоваться В этот праздник Мы будем Проявлять Беспричинную Любовь К другому еврею Да Даже когда По закону Баркамцу Можно не дай Бог Убить Надо подойти К нему И постараться Вернуть его На истинный путь Даже когда Наши мудрецы По закону Не обязаны были Заступиться За Баркамцу Нужно подумать Каким последствиям Ихнее безразличие Может привести До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok